скорее всего это разобрано где-то еще раз чтобы не было путаницы вот та статья экспериментальная которая сейчас говоря на семнадцатого года вот она желудом какие-то кучи китайцев и роберт уильям наверное будет вот то которое пришлось поштудировать по дробному при преобразовании это работа 94 года но она не первая потому что сейчас я с годом боюсь ошибиться но типа там 72 ли когда-то или даже может 62 в общем первый раз когда придумали все это дробное преобразование фурья но как-то она стала совершенно как и авторы статьи точнее автор вот этот альмей альмей да вот пишет что как-то совершенно было незамечено хотя интересное для всяких для связей для сильных преобразования сигналов и так далее вот работа объемная и там много чего расписано я конечно взял всю я не студировал вот взял то что мне требовалось всякие свойства и вообще как и чего и подозреваю что если я сейчас открою и посмотрю внимательно то там конечно написано и про то является ли это унитарное преобразование и так далее все это можно найти ну вот у меня как-то кратит может быть потому что раз праздник народного единства да нет очень хорошо и мы же не стремимся к большому времени мы стремимся к большим знаниям на самом деле вот вопросы подняты и это хорошее продолжение чтобы не останавливать что чтобы разобрали дайте да не поработать сейчас хватает работы так что я думаю что да мы посмотрим в этой тематике потому что сейчас много новых устройств сделано и можно посмотреть среди класса новых устройств что может реализовывать это физически сейчас все таки прогресс такой что вещи которые в прошлом веке появились сейчас по-новому могут звучать просто из-за того что появились реальные устройства которые такие вещи реализуют поищите хорошо посмотрим спасибо всем если еще какие то вопросы к александру сергеевичу видимо нет я увидел что михаил владельевич прислал комментарий но еще не зашли по ссылке михаил владельевич это вы на что нет не слышу ответа звук выключен выключен микрофон у михаила владельевича ну видимо не работает микрофон я так предполагаю но вот ссылка на youtube прислана не знаю что это ссылка лекция про дробное преобразование открыл я забыл это прям удивительно я первое что когда все это началось и думаю ну ладно надо послушать у кого-нибудь и кажется именно вот эту ссылку на ютюбе и так и и и забыл и в конечном итоге уже по статьям спасибо михаил владельевич напомнил спасибо хорошо коллеги спасибо вам спасибо до свидания да всего вам доброго до встречи через неделю доброго спасибо до свидания удачи до свидания 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 до свидания